Москва забирает их газ. У нас в квартире газ, а у вас? Москва забирает их нефть. Мне кажется, так или иначе это будет происходить. Москва забирает их детей. Вопреки обещаниям поднять нижнюю границу с 18 лет до 21 года, депутаты лишь добавили к призывному возрасту 3 года сверху. А россияне, которые живут за пределами Белокаменной, продолжают безропотно молчать, жить в нищете и обеспечивать москвичей. Хорошо, что они живут. Главное, чтобы им хватало. А народ, что народ? Давайте откроем матрешку и узнаем, кто содержит столицу РФ и отдает ли она хоть что-нибудь взамен. Если это делается в одностороннем порядке, то это, конечно, неприлично. Республика Саха Она же Якутия была захвачена Россией в 1632-м. Этой операцией руководил землепроходец Петр Бикетов. Застигнув расплох якутских людей, он рапортует о добровольном присоединении земель. За первых 52 года колонизации якуты подняли семь восстаний, но так и остались в составе Российской империи. Якутское ополчение было разгромлено профессиональной армией Московского царства. Пленные якуты подверглись жестоким пыткам и казням. Территория Якутии по площади больше Аргентины. Но проживает в этом суровом крае меньше миллиона человек. С началом полномасштабной войны в Украине численность населения республики существенно сократилась. При мобилизации ведь забрали мужчин из сельских территорий. Вы представляете, в каких условиях они там живут. И забрали именно ту рабочайшую силу, которую позволяла пережить достаточно суровую зиму. Сейчас многих из этих людей уже нет живых. То, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, в конечном счете идет на пользу России и ее будущего. Республика Саха очень богатая на полезные ископаемые. Здесь зарегистрировано 34 месторождения нефти и природного газа. Но огромная часть республики так и остается негазифицированной. Люди замерзают в домах без отопления и берут кредиты на покупку дров. Пенсионерке Валентине Александровне из Тризнева пришлось брать кредит, чтобы купить дрова для отопления. Но чтобы его выплачивать, не хватило пенсии. А нам хана. Теперь мы еще дров нет. Зато чиновники и бизнесмены, сидящие в Москве, открыли российский магистральный газопровод «Сила Сибири» для поставок газа из Якутии в Приморские краи и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И зарабатывают на этом миллиарды. Церемония ввода в эксплуатацию газопровода из России в Китай по восточному маршруту завершена. Благодарим за внимание. Поздравляю. Серьезно. Также в республике Сахай есть месторождение алмазов. Они составляют более 80% всех запасов страны. Вообще в мире стоимость самых-самых драгоценных камней исчисляется исключительно цифрами с шестью и девятью нулями. И наша страна эти кругленькие суммы добывает. Здесь в Якутии знаменитые якутские алмазы. Их знают, их ценят, их покупают. Они наше все. Они гордость России и ее бесспорный бренд. Однако этот бесспорный бренд делает богаче собственников компании «Алроса», а не простых якутов. Убежден, что у нас есть все возможности для подобного прорыва и по другим направлениям. Взять тот же уран с Ильконского месторождения, общие запасы которого составляют 650 тысяч тонн. Добывают этот металл в Якутии, а барыши делят где-то там, в далекой столице, которая находится в другом временном поясе. Глаза боятся, а руки делают. Последние полтора года Кремль работает с республикой Саха по абартерной схеме. Из земли Якутии выкапывают уголь, алмазы, уран, газ и нефть, а закапывают то, что осталось от вернувшихся с Украины мобилизованных. Для нас нет ничего необычного. Республика Тува была захвачена Россией в 1914-м. Официально это звучало как «вошла под протекторат». Правители Уринхайского края, как называли Туву в России, обратились к императору Николаю с просьбой установить протекцию над их землями. Недра родинами на обороны РФ богаты цветными и редкими металлами. Каменным углем, сапфирами, золотом, ртутью и нефритом. Но все эти сокровища, как и главный самородок, которым гордятся тувинцы, достаются Москве. Гордость определенно есть. Культ все равно есть. Хоть трезвый, хоть пьяный, все гордятся Шойгу. При этом Тува – дотационный регион РФ, где уровень бедности составляет 42%. Большая часть населения живет на пособия, а каждый пятый тувинец – безработный. Но это уже, извините, это не наша проблема. Несмотря на то, что их земля буквально усеяна драгоценностями. Здесь никаких фабрик, заводов. И много молодежи как бы мигрирует на города-миллионники, чтобы как-то свою семью обеспечить. Потому что многие люди сейчас в кредитах и заложники потребительской жизни. Но главное, что первый почетный тувинец чувствует себя неплохо. Потому что покорил столицу. Шойгу. Уже непонятно, то ли министр, то ли олигарх. Глава армии, который к армии отношения не имеет. Дворцы восточные, любовницы с господрядами, сын, поп-звезда. Вот это да, это про Шойгу. Но, видимо, Кужугетович все-таки ностальгирует по своей малой родине. Ведь его восточный дворец в Барвихе построен в тувинском стиле. Правда, ни один тувинец себе такой дом позволить не может. Потому что его цена составляет 18 миллионов долларов. А вам что, жалко, что у него за 18 миллионов дом? Ну, как-то, мне кажется, что у чиновника не может быть так. Ну, Шойгут у нас один, ну и пусть у него будет дом. Такой человек, ему нужно бесплатно дом выстроить. А тувинцы пусть доживают в прогнивших деревянных бараках свой век. Все равно новые дома уже практически не для кого строить. До войны с Украиной плотность заселения этой республики составляла 2 человека на квадратный километр. А сейчас и того меньше. Ведь Тува возглавляет топ-10 регионов по погибшим в войне в Украине. Все награждены посмертно 9 героев. Родина знает и помнит своих защитников и героев. Их ждет новую партию пушечного мяса. Потому что война – это чуть ли не единственная возможность для тувинцев заработать на еду. Территорию Бурятии россияне начали оккупировать с 1729 года. Благоустройством территории особо не занимались. Зато людей эксплуатировали и относились к ним с пренебрежением на протяжении веков. И тебе говорили, ну а что вы сюда приезжаете все? Ну вот сидели бы вы в своей Бурятии? Сегодня Кремль отправляет бурятов на войну в Украину. Как расходный материал. Когда их отправляют в бой, им кричат, чтобы они шли первыми в бой. Потому что вы размножаетесь как кролики, все равно вас не жалко. То количество потерь, которые сегодня несут буряты в этой имперской совершенно чудовищной войне, оно катастрофичное. Бурятов меньше миллиона. А по количеству погибших солдат РФ они на втором месте. После таких же немногочисленных тувинцев. Шансов умереть на войне в Украине у бурята в 75 раз больше, чем у русского из Москвы. Об этом пишет издание Люди Байкала. В то время, как боевые буряты погибают в Украине, москвичи наслаждаются красивой и беззаботной жизнью в столице. Мне кажется, так или иначе это будет происходить. А вот гражданским бурятам не до развлечений. У них нет на это средств. Ведь пятая часть населения республики живет за чертой бедности. В Бурятии перешагнули границу бедности 19,5% жителей республики. И это при том, что в Бурятии находятся 240 месторождений золота. А еще есть огромные запасы цинка, нефрита, урана и других полезных ископаемых. Ну и что? А то, что Москва не имеет ни залежей ценных металлов, ни нефти, ни газа. Но при этом концентрация денег в столице в десятки раз выше, чем в остальной России. Если сложить бюджеты всех регионов страны, то окажется, что бюджет Москвы, одного города, составляет пятую часть от их всех вместе взятых. За год до полномасштабного вторжения РФ в Украину доходы бюджета Белокаменной составляли 3 триллиона 335 с половиной миллиарда рублей. Это в 14 раз больше доходов бюджета Кузбасса, на который приходится половина всей российской угледобычи. И в 13 раз выше доходов бюджета Тюменской области, в которой добывается больше 55% российской нефти и 80% газа. Провинция с завистью смотрит на Москву. Граждане РФ всегда стремились жить в столице. Ведь там и жить гораздо комфортнее, и зарплаты значительно выше. Средняя зарплата в России составила 60 тысяч рублей, а в Москве аж 116 тысяч. Но, как показывают исследования, больше 70% россиян получают зарплату ниже средней. Но именно за счет этих 70% россиян и живут москвичи, которые считают себя высшей кастой. Ну это же по факту жизни так и происходит. Взамен за пользование ресурсами и многочисленные кладбища с флагами, Москва не дает субъектам федерации и провинциалам ровным счетом ничего. Я не хочу ничего не провоцировать, ничего никого обнижать. Но это такая практика, такая реалия жизни сегодняшняя. Вот такая она, сермяжная правда жизни. Кому-то золото, алмазы и теплые квартиры в столице, а кому-то ветхие бараки без газа и воды. Или же вовсе цинковые гробы. Но в целом почему нет?